Всем привет! Рад вас видеть на своем канале. Меня зовут Роман Слюхудинов. В этом видео мы с вами скачаем новую версию компас 3d17. Это будет пробная версия и сравним ее визуально с 16 версией. То есть мы запустим с вами новый компас, посмотрим на измененный интерфейс. Это будет первый запуск и первые эмоции. Перейдем на сайт. Ссылочку на эту страничку я оставлю в описании к этому видео. Для того, чтобы скачать, вам нужно заполнить форму, вписать фамилию, имя, выбрать страну, город, свой email-адрес, на который вы получите ссылки для скачивания и здесь по желанию можете подписаться, на рассылку можете нет, но обязательно в это в поле ввести нужны цифры, чтобы подтвердить, что вы не робот и нажимаете по кнопке отправить. После вам придет письмо с темой ссылки для скачивания компас 3d и здесь вот есть ссылочки. Также в письме говорится о том, что данная версия будет работать с операционными системами windows 7, 8, 1 и 10. Также имейте ввиду, что эта версия компас 3d она от 64 разрядная. Если же у вас операционная система 32 разрядная, то вам нужно написать по этому адресу, чтобы вам выслали 32 разрядную версию. Итак, давайте посмотрим, какие ссылки будут в письме. Здесь компас 3d базовая часть, далее машиностроительная конфигурация, приборостроительная конфигурация, далее компас электрик и артистан рендеринг. То есть это как раз библиотека для того, чтобы делать реалистичные изображения. Также видео уроки по артистан рендеринг вы найдете на моем youtube канале. Итак, что же нужно скачивать? Вот часто многие меня спрашивают, в какой последовательности устанавливать компас 3d. Также на моем youtube канале есть урок по конфигурациям. Для начала всегда нужно ставить базовую часть. Ставите базовую часть, а уже потом ставите нужную конфигурацию. Я буду скачивать базовую часть и машиностроительную. Вот эти две я буду скачивать. Итак, давайте скачаем первую. Вот я кликнул по ссылке, вот пошла загрузка. Ну и давайте сразу же я одновременно буду качать машиностроительную конфигурацию. Прошло не более пяти минут. Я скачал эти два файла. Вот они у меня в папочке. И сейчас, да, обратите внимание, эти файлы. Вот видите здесь архивы с расширением zip. Сейчас нужно извлечь из архива. Так, давайте правой клавишей кликнем и выберем извлечь или вот 7zip. Извлечь давайте я распакую в папку компас 3d16. Идет распаковочка. Ну и далее давайте машиностроительную конфигурацию. также распакуем. Ну что ж, распаковка выполнена. Вот эти файлы можно уже удалить. Я позже их удалю. Давайте приступим к установке базовой версии. Заходим в папку компас 3d и вот файл сетап.exe. Запускаем его. Да, я хочу. Идет процесс установки. Итак, место установки. По умолчанию я все оставлю. Полное. И давайте примем условия лицензионного соглашения. Нажимаем установить. И сейчас идет процесс установки. После того, как компас 3d установлен, пишут, что для учета изменений в настройках компас 3d требуется перезагрузить систему. Я пока нажму нет, так как мы еще будем устанавливать с вами машиностроительную конфигурацию. Давайте здесь нажмем закрыть и вернемся в папочку, где у нас машиностроительная конфигурация. Кстати, у многих могут возникнуть вопросы, а куда загружаются вот эти файлы zip. Это вам нужно смотреть. Если вы не меняли настройки, то по умолчанию у вас вот эта все загрузка выполнится на диск c в папку users. Там ищите папку download. Но если вы меняли свою папку загрузки, то, соответственно, в ту папку и загрузятся эти файлы. Ну что ж, давайте установим машиностроительную конфигурацию. Так, опять же, запускаем файл setup.exe. Да, я хочу разрешить. И идет процесс подготовки. Так, опять же, здесь тип установки полная. И давайте примем условия лицензионного соглашения. Нажимаем по кнопке установить. Нам пишут, что установка завершена. Давайте нажмем закрыть и посмотрим. Обратите внимание, вот ярлык добавлен. Компас 3D версии 17. Ну а сейчас давайте перезагрузим компьютер и запустим новую версию Компас 3D. Компьютер перезагружен. Давайте запустим Компас 3D 17 версию. Так, вот в таком окно сейчас у нас Компас 3D. Давайте я его сверну. Растяну на весь экран. Так, нам пишут, что у нас наш строк истекает через 30 дней. Итак, что мы здесь видим? Ну, если сравнить с предыдущими версиями, да, то есть там, в принципе, не важно, там 10, 12, 16, то у нас экран, да, экран приветствия, он другой, совершенно другой. Здесь слева нам предлагают открыть файлы, сборки, различные детали. Ну и здесь, что мы видим, сразу же можно выбрать, либо нам создать деталь, либо сборку, чертеж, текстовый документ, спецификация и фрагмент. Ну и также здесь справочка, новая возможность, азбука есть и так далее. Так, ну что ж, давайте создадим новый документ детали и посмотрим на интерфейс. Итак, я кликнул по детали. Так, вот у нас открылось окно и, знаете, мне это чем-то напоминает Autodesk Inventor. Да, мне это напоминает Autodesk Inventor. Также в таком, в каком-то сером стиле все выполнено. Надеюсь, можно будет изменить цвет, то есть цвет сделать либо привычный, там какие-то навы привыкли, либо какой-то другой. Так, что мы здесь видим? Здесь интерфейс стал ленточный. Так, давайте, кстати, я параллельно запущу Компас 3D 16 версию. 16 версия Компас 3D запущена, я создал новый документ детали. Вот наш прежний добрый интерфейс, к которому мы все привыкли. Так, ну и давайте я сейчас переключусь на интерфейс Компас 3D 17. Вот он такой. Вот такой был и такой стал. Ну, в принципе, дерево модели здесь осталось. Единственная панель, да, как я уже сказал, здесь, вот видите, ленточный интерфейс. То есть мне это напоминает Autodesk Inventor. Давайте сейчас проверим одну фишку. Сейчас я опять же открою Компас 3D. Допустим, я создам эскиз на плоскости XY и запущу окружность. Вот, давайте я создам окружность из центра. Завершай команду. Вот я создал окружность из центра и автоматически, видите, центр окружности привязался к точке начала координат. Да, это правильно. Так и должно быть. Сейчас давайте я запущу команду прямоугольник. Выберу здесь прямоугольник по центру и вершине. Запущу его. Также создам его из центра. Вот. Вроде бы так же центр должен привязаться к точке начала координат. Но нет, посмотрите, видите, он не привязывается. Хотя мы прямоугольник создавали из центра. То есть сейчас, чтобы нам обеспечить центрирование, нам нужно добавить две зависимости. Это создать зависимость по вертикали. То есть эту точку, эту и еще одну зависимость создать, выровнять точки. Вот эту точку и опять же точку начала координат по горизонтали. То есть добавить две зависимости. Давайте посмотрим, исправили ли это в 17-й версии Компас 3D. Итак, давайте кликнем по плоскости. Кстати, сейчас я на ваших глазах буду создавать свой первый эскиз. Так, кстати, вот по плоскости кликаю. Здесь мне система не предлагает создать эскиз. Так, а здесь. Так, давайте еще раз Компас 3D. Выйдем из эскиза. Здесь, видите, контекстное меню есть. Так. А здесь его нет. Здесь его нет. Так, кстати, нажимая колесико мыши, вращение у меня не происходит. Здесь я колесико мыши вращаю. А здесь вращение не происходит. То есть это... Я не готовился к этому видео. Это первый мой эскиз. Я действительно это не то, чтобы я вот специально что-то сейчас придумаю. На самом деле, видите, я просто смотрю, как раньше было и как сейчас. То есть, возможно, это как-то нужно настраивать дополнительно. Но вот я нажимаю колесико мыши и вращение не происходит. Так, а если зажму клавишу Shift, тоже ничего не происходит. Если клавишу Ctrl, тоже не происходит. Странно. В 16-м все вращается. Но и в более поздних версиях здесь нет. Так, ну ладно. Давайте попробуем создать эскиз. А как создать? Вот я кликну по плоскости. И далее мне нужно найти... Найти мне значок... А вот. Вот у нас панель, посмотрите, появилась. Здесь нужно найти панель и создать эскиз. Давайте кликнем. Создадим эскиз. Так, ну и давайте сейчас запустим прямоугольник. Вот как раз прямоугольник. Вот я запустил прямоугольник. И сразу здесь также я выбираю прямоугольник по центру и вершине. То есть сейчас получается панель свойств у нас не снизу, а она слева. Панель свойств слева. Скорее всего, это тоже можно настроить. Я не знаю. Будем разбираться. Давайте запустим команду. Прямоугольник по центру и вершине. Так вот я привязался. Создуй прямоугольник. Нажимаю клавишу Escape и посмотрим. Так, и что мы видим? Странно, но он не привязался. Странно. Почему так? Я думал, в новой версии сделают. Это не сделали, к сожалению. Возможно, подправят. Но вот эта фишка в Solidworks, Autodesk Inventor, там в принципе это и в более поздних версиях это есть. То есть, соответственно, если мы создаем прямоугольник из центра, то автоматически он должен привязываться к точке начала координат центра прямоугольника. Здесь почему-то этого не сделали. То есть, вот хотелось мне узнать первым делом вот эту штуку. Вот я проверил сейчас, пока выяснил, что этого не добавили. Итак, ну что ж. По интерфейсу. Как я вижу, при выборе, если мы находимся с вами в режиме создания эскиза, соответственно, у нас ленточный здесь интерфейс. Здесь все у нас команды, видите, они именно для создания эскиза. Если сейчас вот я вышел из режима эскиз, то, соответственно, вот сейчас все команды для создания элементов. Надеюсь, в 17-й версии добавлено много новых фишек, о которых нам еще с вами предстоит узнать. Кстати, по заявлениям разработчиков, время проектирования в новой версии сокращается до 20%. В следующем видео я создам деталь с нуля, то есть, это будет моя первая деталь. И это видео будет без подготовки. То есть, мы с вами посмотрим, возможно ли, работая в 16-й версии, сесть за 17-ю и сразу же начать моделировать без чтения справок и литературы. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, следите за каналом, следите за email-рассылкой. В следующем видео мы с вами будем создавать 3D-модель в новой версии компаса. Пишите ниже в комментариях, пробовали ли вы скачать новую версию, понравилась ли она вам, что вы ожидали от новой версии, то, что вы ожидали, это случилось или нет. Пишите об этом, обо всем в комментариях, ну и также пишите свои пожелания. Я надеюсь, разработчики эти комментарии увидят и возьмут их на заметку. У меня на этом все, с вами был Роман Солюхадинов, всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин